Если тебя хвилюет, что в тебя коррумпована страна, а не то, что в этой стране без корня не будет. Вализа, вокзал, Варшава. И не морочникам голову. Мне снова прислали в бот очередной спич этого кадра, этого мерзавца, подонка и негодяя, этой крысы. И вы знаете, мне самому не нравится, я не хотел бы засорять какой-то такой ненавистью свой канал. Хотя я не могу назвать даже ненавистью то, что я ощущаю в Портникову. Просто, когда идет война, когда в стране творится полное беззаконие, когда нарушается конституция, когда в Украине вырос свой диктатор, в России вырос Путин, у нас вырос Зеленский. Когда над любым гражданином идет просто издевательство, особенно над мужчинами, этот человек спокойненько, спокойненько, являясь, кстати, призывного возраста, не находясь на войне, рассказывает риторику, которая разжигает внутри национальную рознь, если можно так сказать, ссорит граждан между собой и, по сути, такие Портниковы ведут к гражданской войне Украину. И я сейчас не шучу. Посмотрите, пожалуйста, 25-секундный отрывок, который меня возмутил и побудил записать это видео. Я не могу сказать про критичную массу, но активную группу, например, принимают решение выехать из Украины, потому что их 6 млн долларов в ліжку керевнице МСЕК Хмельницкой области триггеруют больше, чем в Российской Збройной Силе. Это их проблема, что я их больше хвилюю, чем в Российской Збройной Силе. Я не лікар ніякому идиотизму. Вибачте, я давно намагаюсь описывать. Если тебя хвилюют, что в тебя коррумпована страна, а не то, что этой страны скоро не будет вализа, вокзал Варшава. И не морочникам у головы. На вашу думку, чемодан вокзал Варшава. Мы с вами много раз слышали чемодан вокзал Россия. По любому поводу. Просто не нравишься. Просто у тебя другие политические вкусы. До конца концов, ты русскоязычный в Украине. Чемодан вокзал Россия. И сегодня такое слышу. Я слышу свой адрес, хотя обоими языками отлично владею. Идеально. Эта тварь придумала чемодан вокзал Варшава. Он считает, что коррупция вас не должна волновать. Вы должны сидеть и думать, главное, чтобы Путин не захватил Украину. А что привело войну в Украину? В Украину войну и привела коррупция, которая буквально уничтожила наше государство, которая не страна. Государство прогнило насквозь из-за коррупции. И сегодня во время войны коррупция увеличилась. Она обнаглела и увеличилась. То, что они упоминали вот этих мсеков, которые купаются в долларах. И посмотрите там БЭП и все остальные. Они все супер упакованы. Они все мультимиллионеры долларовые. Но Портников вам не обращает на это внимания. Он не обращает внимания на 30-летних генералов милиции, полиции, которые жируют. На СБУшников, которые выкупают себя из СИЗО под домашний арест или без него за миллион долларов, находя этот миллион долларов наличкой, вот так вот за два часа. Пашинский, как вышел, все остальные. То есть одна гниль, одна коррупция. Наше государство, нашу страну раздирают на части. Вот эти коррупционеры. Но такие, как Портников, вам говорят, не обращай внимания. Тебя должен волновать только Путин. А то, что это будет вечная история. То есть можно вечно воевать с Путиным, вечно воровать. Кто в шоколаде в этой схеме? Те, кто зарабатывают на войне. И чиновники. Не вы, не вы, не мы, не граждане Украины. Портников в шоколаде. Вот это вся обслуга, медиа-обслуга этого режима. Тварь будет сидеть и в студии вам рассказывать, как воевать надо. Он же сказал, что человеческая жизнь переоценена. Сейчас вы все увидите, никуда, главное, не выходить. Дослушайте видео до конца. И много-много чего другого он наговорил. И поверьте мне, через год нарративы вовсе поменяются. Он будет петь уже другую песню. Ту, которую ему скажут его хозяева. Это человек, который в России получил высшее образование, всю жизнь разговаривал на русском языке, который вообще хрен знает, как себя идентифицирует. Являясь евреем, поменял фамилию, изменил фамилию. Потому что ему было или стыдно с еврейской фамилией, или боялся в вуз не поступить. Бойцы так не поступают. Не поступают так люди. Так поступают крысы и мелкие личности, которые просто вот так вот хотят где-то пролезть. И фотографии его с галстуком в цветах России. И как он там, я так подозреваю, не утверждаю, возле КГБ терся и ФСБ в те времена. Когда было выгодно там работать, там был один нарратив. Сегодня выгодно работать здесь и вот такой нарратив. А потом будет другой нарратив. Разжигает, стравливает людей между собой, чтобы вы ненавидели друг друга по тем вопросам, которых на самом деле не существует, которые вам создают политики. Кому выгодно, давайте просто, давайте максимально упростим. Кому выгодно, чтобы в Украине внутри начался раздрайв? России и Путину. Так ему даже ракеты не надо никакие. Никакие ракеты, никакие армии, никакие наемники, никакие ЧВК Вагнер, ему это все будет не надо. Мы сами все сделаем. А такие, как Портниковы, помогут. Помогут с теплой студии, не с фронта, с теплой студии. С высокой зарплаткой. И поверьте мне, неофициальной. Он будет вам рассказывать, и налоги надо платить, и повышать, и воевать 35 лет, и женщины на фронт. Сейчас все услышите. Подпишитесь на мой канал прямо сейчас. Досмотрите видео до конца. Я вижу, что руками тревожили... Это вообще мой любимчик, я даже увеличу. Виталий Портников, от которого писают кипятком. Каждый третий, наверное. Знаете, когда его там... Я редко там в Инстаграм публикую эти рилсы. Но, боже, боже. Тронул как-то я там Портникова. Не тронул, а с стрима этого, ютубовского кусочек. Та налетели женщины, та ты куда трогаешь? Та он же умный, а тебе... Он же умный, грамотный, грамотный, великий. Еще один воинственный деятель, националист. Который сменил еврейскую фамилію на русскую. Я не бачу никаких проблем с мобилизационным и людским ресурсом в стране, где живет 30 миллионов человек. А армия нараховывает только миллион граждан. Цей мобилизационный ресурс есть, его еще на ближайшие 5-10 лет. Поверьте, мне выстачит. Поняли? Все в армии будут. Но не Портников. Ну, мадам это тоже не будет. У Портников будет сидеть... Ладно, промолчу, чтобы не быть никакой дискриминации. Портников будет сидеть в креселке, которая шире, чем его плечи, в 4 раза, как царь. И рассказывать на камеру, хватит еще. А вот эти с кастрюлькой на голове будут кричать, какой же ты умный, Виталий. Ты самый лучший, самый умный. Говорит, 30 миллионов, а на фронте миллион. Непорядок. Так, собственно, так все и устроено. Так все и работает. Все на фронте не могут быть. И не должны там быть. Если уже даже опустить то, что войну надо заканчивать. Но Портникову войну заканчивать не надо. Понимаете, люди? Ему надо война. Ему надо востребованность. Все у него будет хорошо. Держава просто, возможно, змушена будет поводиться более жестко. Вона может больше-больше ставить более жесткою по отношению к своих граждан. Вона может уменьшить мобилизационный век. Опа! Узнаете? Пять минут назад смотрели. Народный депутат этот рассказывал. Про то, что нужно мобилизационный возраст снижать. Портников тоже готовит вас предиктивным программированием. Готовит вас снижать. Скоро будем. Призывной возраст. Вона может начать мобилизацию женщин. Все это может происходить в ближайшие годы, так как это происходит в Израиле. А теперь я хочу особое внимание, и это тоже многих возмутило. И я эту крысу комментировал и осуждал не раз. Портникова вообще съехала кукушка. Послушайте, что он сейчас сказал. Я считаю, что я ничего ніяким людям не пишу. Я очень хочу объяснить. Я считаю, что если у нас ценность людского жизни увеличится, то это создает проблему для нас в дальнейшем выживании в войне. Потому что в войне с Россией может выжить только Россия, только страна, в которой ценность людского жизни, в принципе, находится на близком до российского уровня. Так что мы сами должны быть заинтересованы, чтобы люди так думали. Это единственная возможность Украины выстроить в следующий год в войне. Еще раз. После чего? А вот еще раз послушайте. Я считаю, что я ничего ніяким людям не пишу. Я очень хочу объяснить. Я считаю, что если у нас ценность людского жизни увеличится, то это создает проблему для нас в дальнейшем выживании в войне. Потому что в войне с Россией может выжить только Россия, только страна, в которой ценность людского жизни, в принципе, находится на близком до российского уровня. Так что мы сами должны быть заинтересованы, чтобы люди так думали. Это единственная возможность Украины выстроить в следующие годы войны. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это Соловьев говорил, что жизнь переоценена. Или Медведев. Это же в России был такой тезис. Жизнь переоценена. Когда войну затеяли против нас, развязала Россия. Это же они такое говорили. Жизнь переоценена. Вот сейчас выходит чувак, который в России десятки лет жил. Да, конечно, с КГБ не был связан. Точно вам говорю. И сейчас продвигает те же тезисы, которые Соловьев рассказывал. Потому что он такой же пропагандист. Вонючий отброс общества. Мразь. Которая говорит, что нужно в Украине снизить ценность жизни. Когда я говорю, что ценность жизни в Украине должна стать приоритетом номер один, как в Израиле. Мозги и человек. Жизнь его. И в Америке так. И оттого и проблемы во всех посылковых странах, что жизнь человека ничего не стоит. И он сегодня говорит, что она еще переоценивается. И чтобы победить Россию, надо ее вообще обесценить. И он готовит к этому людей. И в принципе, государство с этим так идет с опережением графика по обесцениванию жизни наших граждан. Я обращаюсь к людям, которые, когда я первый раз тронул эту крысу. У него рожа крысы. Когда я первый раз его тронул, вы мне писали, как ты семеешь. Он страшно умный. Очень умный. Куда там тебе до него? Да, он прочитал больше книг. Да, он лучше образован. Если не ошибаюсь, он МГУ закончил. Да, я все это признаю. А толку? А толку? А я киевский предприниматель, который создал сотни рабочих мест. И не прислуживал никогда никакому хозяину. Который имеет свою точку зрения. Да, пострадал за нее во всех смыслах. Но я сегодня имею возможность говорить правду. А эта мразь сегодня говорит, что вашу жизнь нужно обесценить. И вы его слушаете? Вы себя хоть немного уважаете, тех, кто вот его слушает? Вы себя уважаете? Можно временно ошибаться. Можно попасть под чарой вот этого, не хочу говорить, птицы какой, на букву П. Можно это все сделать. Но если он такое сказал, то вы должны, по-моему, немедленно прекратить это слушать. Это мне так кажется. Так я бы сделал. Но наши люди сейчас, поверьте мне, закончится этот стрим. Они посмотрят записи, прибегут в комментарии и скажут, Портников лучший, тебе до него далеко. Но когда ты скажешь, а можешь объяснить, почему недалеко? В чем он прав, в чем я не прав? Ну, сразу сбегут и скажут, да ты там расшист, пропаганда чего? Здравого смысла? Нет, не ответь, это не так. Они будут защищаться набором штампов. Или просто пошлют на три буквы. Это еще один их излюбленный прием. Вот такие дела. Но жизнь Портникова, конечно же, очень дорогая. Во всех смыслах, я думаю. Чтобы он сидел в этом креселке, перед камерой, и рассказывал, что вы, люди, обесценьте свою жизнь, валите на фронт Путина, потому что мы иначе не победим. А я здесь вам порассказываю, басинки, что нужно воевать еще 10-20 лет. Потому что мне платят за это. И мне, в принципе, похрен, что будет с Украиной, с будущим. У меня всегда найдется хозяин, который мне вот эту мерзость будет оплачивать. Вот так это работает. И на это нельзя не обращать внимания. И эти люди сегодня считаются интеллектуалами в Украине. Чуть ли не элитой, интеллигенцией и все прочее. Это мразь. Для меня это ниже нету, чем вот это вот. И как они собираются смотреть в глаза вам после войны, когда они такое рассказывали, я не знаю. Я не знаю. Начать нужно с уважения себя, с самоуважения, и все-таки потихоньку пытаться разобраться, что к чему. Устроитесь поудобнее. Потому что сейчас будет, ну, для нормальных людей, я считаю, взрыв мозга. Альтернативы, реально. Супер умный академик. Тут хочется вырухаться, если честно. Он же улыбается и рассказывает. 10 лет воевать. Слушайте дальше. Она уже великая война, где 2,5 лет, кто вам сказал, что она не может еще 10 лет уйти. А спокійно. В разных формах. Может быть великая интенсивность, низкая интенсивность, так как. Або происходит перемирие. Вот перемирие, про которое говорят китайцы, если мы на него согласимся. Но на условиях, которые будут шоковать украинское общество. То есть территории будут фактически контролировать Россиянами, будет просто прекратить огонь по лініи з'явления и никаких гарантий безопасности. Вот так это тоже может быть. И это может тогда быть быстрее. Или может быть хоть через неделю. Если россияне на это пойдут. Не мы. Потому что мы сейчас скажем, что мы на это не пойдем. Но же россияне этого не прагнуть. Если россияне скажут, что они готовы. Я допускаю, что на Заходе много кто скажет, что лучше так, чем 20 лет. И это может происходить. Но мы должны готовиться к тому, что это нам не понравится. Або мы долго воюем и маем шансы в результате виснажения России. Отримать тот результат, который нам кажется лучшим. Або мы быстро закончим. И в результате виснажения и России, и Украины получаем тот результат, который нам не будет считаться лучшим. Просто два подхода. Ах ты ж крыса! Ах ты ж мерзавец! Вы посмотрите, что он рассказывает. Или мы воюем долго, и всё, возможно, будет хорошо, но это не точно. Мы, может, достигнем своих целей, а может быть и нет. Это не точно. А посмотрите на студию, из которой он вещает. Дорогая, комфортная. Это он там собрался 10 лет языком воевать? Ну тогда и 20, и 30 можно, столько, сколько ему ещё жить осталось. Замечательный подход. Говорит, достигнем своих целей. У России 145 или 140 миллионов населения. Про их доходы я рассказывал, которые восстановлены сырьевые на довоенный уровень. Своё производство оружия. Сумасшедший человек во главе, помешанный на войне, который милитаризирует, если надо, всех. Это он их собрался победить. Самую крупную ядерную державу. А эти сидят два идиота, журналиста. А один бы хоть спросил, что такое победа? Сейчас мы что-то слушаем до конца, но я не могу это просто терпеть. Крыса сидит, улыбается, рассказывает, да 10 лет будете воевать. А я буду 10 лет языком трепаться и большие деньги за это получать. Пропаганду вам буду дурную гнать. Мы вчера это с Балашовым обсуждали. А что ж ты не рассказал в мирные времена, как людям жить? Про экономику, про будущее. Хотя бы то, что Кох, не украинец, сказал, что через 40 лет страны просто не будет. А сейчас вы видите, я это уже не выставляю, это везде было. 300 тысяч мигрантов надо привезти. Лучше работать некому. Вот вам и будущее всего. А вы знаете, что пишут вот эти вот подсариоты? Они пишут, да мы скорее этих сирийцев научим украинскому языку, чем вот этих малоросов. Это малоросы для них те, кто украинцы, но которые на русском разговаривают, типа не обучаемым, быстрее сирийцев научим. Это вот такое? Дураки готовят будущее для Украины? И вот такие мерзавцы, как портников, для которых это, ну будем говорить, бизнес их? Меня разрывает на части от этого. В его выступлениях нет ничего украинского. Это в чистом виде пропагандист. И подонок. Что можно сделать будет в час перемирия? По-перше, вытратить весь військовый, державный бюджет на подальшую військовую... Опять улыбочка. Улыбочку, видите это? Политику на восстановление військово-промислового комплексу, на побудову ракет, сказать чётко людям, будут высокие на податки. Високие податки будут. Вы понимаете, к чему этот коммунист, левак этот недобитый? Вот какую страну вам портников уготовил этот ваш интеллектуал, который миллион 350 тысяч книг прочитал. Податки надо повышать. А кто в стране? Это останется с повышенными налогами, с войной, с повышенными налогами, с какими-то людьми в балаклавах без опознавательных знаков, с пистолетом, который пакует всех подряд. Фортификации. Фортификации. Не будет никаких социальных пиль. Опять доволен. Не будет никаких социальных пиль. И доволен. Ой, классная жизнь, какая уготована украинцам. Будет повышение пенсийного века. Будет повышение пенсийного века. В 80 будете на пенсию ходить. Правда, не доживете. И он так, ну просто, посмотрите, какие у него эмоции. Ну просто человек, ну, расцвел, цветочек, голубенький. Тут маленькие пенсии. Вас тут ци речки с шоколадными берегами не чекаются. Если вы хотите зберегти Украину, чтобы не было войны. А тут внимание. Есть только такой вариант. Высокие налоги, никаких пенсий. Умрете. Но тогда, может быть, повторяю, но это не точно. Сохраните Украину и рабочее место Портникова, естественно. Вот такой выход. То есть второго пути остановить эту войну и строить нормальное государство, ну, наверное, уже в меньших территориях. Но в этом я, вы не виноваты. Виноваты в этом конкретные фамилии, которые мы все знаем. Но вы же видите, что сделал Тищенко, а «Зеркало недели» сегодня публикует ответ фракции «Слуги народа». Тищенко понесет наказание на следующих выборах. Нормально. То есть можно беспределом заниматься. Наказание тебе ждет политическое. Я просто не выберу в следующий раз. А Тищенко миллионов 30-40 упакует за это время и уедет жить в другую страну. А тут гомном, извините, будет по-прежнему кормить Портников. Улыбаться. То есть посмотрите, еще раз подчеркиваю, какое наслаждение ему это приносит, что творится вообще. А вот Лариса пишет, Портников прав на 100%. Но такие дебильные есть наши сограждане, и с этим приходится мириться. И что вы не сидели в бомбасково, что ваши дети не гинули на войне або в Ализа Европы, до побачения, шукайте там собе место, або, если вы хотите жить в Украине, вот в такой. И в такой Украине мы будем ждать изменений в России. А ну-ка, давайте я вам сейчас вот это вот. Посмотрите на эту улыбочку. Ой, молодец какой. Ну, класс просто. Или, говорит, чемодан, уезжайте, ищите счастье в другом месте. Границы закрыты. Крыса ты, тыловая. Границы закрыты. А пока мы маем створить такую державу, на которую Россия будет бояться напасти. Еще... А как это можно... Ну, я вам не расскажу, как это. А как это державу можно во время войны такую створить, которую Россия будет бояться? Такую державу можно створить, делать то, что говорю я. Остановив войну и проведя те реформы, которые у меня давным-давно опубликованы, и которые Хавьер Милей, например, сейчас проводит в Аргентине. Или на Ибукелла в Сальвадоре. Или которые Трамп будет делать в Америке. Последнее выступление Трампа. Сказал, я всю Америку покрою железным куполом ПВО. И экономика — это не повышение податков. Весь уровень понимания портниковой экономики сводится, чтобы корова давала больше молока, надо ее меньше кормить и больше доить. Дружочек, академик, так не работает. Так не работает. Это работает иначе. Это работает иначе. И люди пишут, куча обзывают его, в шоке. Я вам что рассказываю? Извините, вот я, 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 но я же вам это рассказывал. Я же говорил, портников — гнида, крыса и подонок, мерзавец. Это антиукраинский человек. То, что он щебечет на украинском, и вошиванку — это еще один делает с него, патриота Украины. Резюмируя, я хочу еще раз сказать. Вот эти персонажи, которые наверняка я под этим видео будут в комментарии писать. Куда тебе до него? Он такой образованный. 35 высших образований, супер-мега-интеллектуал и все остальное. Человек, который много прочитал, иногда, а я бы сказал по своему опыту, очень часто остается просто человеком, который много прочитал. И это, кстати, к интеллекту никакого отношения не имеет. К порядочности никакого отношения не имеет. К правильной идеологии, вообще к видению государства, и вообще, в конце концов, к правильным предложениям, а главное еще умениями и знаниями, как это реализовать, это все вообще никак не относится. Это просто для лохов, вот таких вот псевдо-интеллектуалов засовывают раньше в телевизор, сейчас в YouTube, платят им, чтобы они на вас влияли. Потому что пролетарий и плебс, как рассуждают, вот такого портника увидят, который сыпет красивыми словечками, умеет чирикать, конечно, начитый, я же это не оспариваю. Влезает вам в мозг, и сидит такой человек и думает, боже, какой умный, вот он точно лучше знает, как нам жить. Вот раньше было так, знаете, как чиновник, если он при портфеле, ну он точно умней, ну вот эти там, там, они точно лучше знают, как нам жить. Херня это все. Херня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok